Мы благодарны нашему народу, как Россия должна быть благодарна русскому солдату, вот тому, который Ване Солнцеву, который сидел в этом холодном окопе. История такая, по ранению где-то в 43-м году он получает отпуск. Он получает отпуск на 10 суток и едет с фронта на поезде до Вологды. Зима, февраль, 30 с лишним градусов мороза, север. Погружается он в Вологде, дальше какая-то попутка, а ехать ему долго. И, короче говоря, уже где-то под утро, часа в 2 ночи, в 3 утра, какой-то мужик его подвозит к развилке, говорит, дальше не повезу, дальше мне домой на розвольнях. И этот Толик в шинельке с котомкой, там у него хлебушек, консервы какие-то есть, спиртик есть. И он идет 8 или 10 километров, оставшихся пешком по этому морозу, идет в свою деревню. Луна, тишина, скрипит снег под сапогами, он доходит до своего дома. Деревня спит, естественно, вся, стучит в окошечко, а дома Настя, значит, и двое детей. И она услышала этот стук, подошла к окну, отдышала пятачок и увидела в лунном свете мужа, Толю, который на нее смотрит. И она решила, что это сон. Она села в этого окошка и вот в этот глазочек смотрела на Толю, а Толя стоял там. Неграмотный человек, в общем, ну, так сказать, если бы по большому счету, сколько он там мог кончить классом, ну и потом в деревенской школе, да? Человек простой совсем, будем так говорить, да? Не читал он Достоевского, не читал он Толстого, не читал он Чехова, не знает этого ничего. Но в нем есть нечто такое, что не дает ему разрушить вот этот ее сон. И он стоит на морозе, смотрит вот в этот оттаивший пятачок и видит в этом свете луны лицо своей жены, Настя, и не будет ее. Только вдумайтесь, он продолжает ее сон, он не хочет его разрушить. Это чудо, это счастье. Как пишет лошадь в своей книге о Гончарове, что счастье не тогда, когда получилось, не тогда, когда получится, а когда получается. У него сейчас получается, он его продлевает. Вот это понятие быть или иметь, как про цветок, да? Вот растет цветок, ты к нему подходишь, как тебе он нравится, как ты хочешь. Ты его взял, сорвал и поставил у себя в стаканчике, и замечательно наслаждаешься. Это ты его имеешь, этот цветок. А можно быть. То есть быть рядом с цветком, не отрывать от корня. Он есть. Он твой, он с тобой, но он не твоя собственность. Ты его не срываешь. Он есть. Быть и иметь. Он простоял до рассвета на улице. И только когда рассвело, и она поняла, что это не сон, он вошел в него. Что это? Заторможенность. Результат шока. Нет. Нет. Это высочайшая степень, не могу найти другого слова, культуры, если хотите. Потому что это и есть истина. Не общая истина для всех. Это истина момента, когда творится чудо. И когда человек не хочет это случившееся, сотворимое им чудо, разрушить грубой силой естественных потребностей и желаний человека. Вот поразительно. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог Стрелит сердце твое на снегу, я молитвой тебе помогу. Ах, неспроста так уныло сияет звезда над далекой чужой стороной, над твоей и моей судьбой. Материнское состояние, я могу только по себе сказать, что когда мне бывало плохо, и мать каким-то образом то ли во сне мне снилась, то ли как-то в домах, у нее были проблемы. Точно так же и у меня была связь с матерью. Какая связь. Да. Дело в том, что мой старший брат через три месяца после рождения умер. И я родился через год, ну, через девять месяцев, и тоже стал умирать. И мать была на грани того, что... Она мне потом говорила, что, говорит, если бы ты умер, я бы утопилась в Аби, это город Барнаум. Ну, и она всю жизнь меня, как бы, охраняла. Вот так вот. Да. Хотя была еще... Сестра была средняя, младший брат. Но ко мне, учитывая еще профессию мою, у меня было особое отношение. Это тоже большое, так сказать, поспорье о непростой дороге под названием «Жизнь». Ее уже нету? К сожалению, 15 лет уже ее нету. Вот если бы вы ее сейчас встретили, то если бы она сейчас зашла, что бы вы ей сказали бы? И, наверное, банально «Здравствуй, мама!» Я рад тебя видеть. Спасибо, что ты меня родила, воспитала, сохранила. Да многое чего. Мне бы быть звездой, той, что над тобой, Видеть, что ты рядом и что живой, Радоваться вместе рожденью дня, Хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь Устремиться первой, теряя кровь, Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей невысказанной вины. Ах, мой сынок, На какой из чужих дорог Стынет сердце твое на снегу? Я молитвой тебе помогу У нас было с женой заведено Каждый отпуск мы минимум на 10 дней Начинали с материнского дома И в первую ночь До утра разговаривали Я рассказывал про свои успехи Или про свои неуспехи, Которые тоже были И так было каждый год Ах, мой малыш Среди улиц, домов и крыш Непрекаяно, чуть дыша Заплутала моя душа Ах, неспроста Так упрямо твердят уста Все пройдет И весенней порой Ты вернешься, мой сын, мой герой Мамка, не боись, я завтра увольняюсь Мама, я скоро дома буду Привет, мама Привет, мама Скоро я буду дома Мама, я скоро дома Мы все приедем Давайте помогать детям Помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают Это детям Детям Донбасса Которые нуждаются в больницах, в лекарствах В холодильниках В генераторах И во многом другом Вы можете это привести к нам на склад Нам в офис Вы можете перечислить деньги Сегодня важно не пройти мимо наших детей Это наши дети